Добрый вечер! В эфире телеканал ЖТУСУ новости. В студии для вас работает Ануар Амагельдинов и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Сегодня в выпуске. В здоровом теле здоровый дух. Десятый ФОК открылся в области. За успехи и достижения более 200 детей Алматинской области получили подарки от имени главы государства. Большая пробка. Проблемы пропускного пункта Нуржолы обсуждались во время выездного совещания. Предновогодний подарок. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери для жителей Ескельдинского района. Такого масштабного по размерам и оснащенности объекта в регионе раньше не было. Спортивное сооружение построили в рамках программы «Аул Ельбисг». На торжественном открытии побывал наш корреспондент Руслан Нурмухамбетов. Этого события местные жители ждали с большим нетерпением. А сегодня все их мечты к стройному телу, а кому к большой спортивной карьере, стали реальностью. Здесь могут проводить соревнования республиканского уровня. Ведь новый физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен по последнему слову и рассчитан на самые разные запросы. Хочешь занимайся для себя, хочешь ставь олимпийские рекорды. Я очень-очень рада. Не только я, все школьники, все дети, мы очень рады. Я тоже занимаюсь волейболом уже более пяти лет. Я тоже надеюсь, что я здесь буду заниматься и дальше развиваться. Конечно же, хочется выразить свою благодарность от имени всего молодежи нашего района, Акимовы области и всему руководству. Радость сельчанами разделила Аким Алматинской области Амандык Баталов. С ним в знак примера подрастающему поколению прибыли заслуженные спортсмены страны. Руководству спорткомплекса глава области вручил и ключи от нового микроавтобуса, а также пожелал дальнейших успехов в спортивных мероприятиях. Теперь местные спортсмены смогут беспрепятственно ездить на соревнования и добиваться новых побед для области. Я уверен, что здесь, в этом спорткомплексе, будут готовиться новые чемпионы, будут расти спортивные таланты нашей страны, чьи победы украсят мировые арены. В свою очередь, мы продолжаем делать все для того, чтобы такие объекты успешно вводились и дальше. Это все делается для развития массового спорта по поручению Альбасы и президента Республики Казахстан. На территории комплекса порядка 6 тысяч квадратных метров занимает футбольное поле с естественным покрытием. Удобные трибуны соберут сотни болельщиков. Зрительский сектор рассчитан на 400 мест. Площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса составила более 4,5 тысяч квадратных метров. Состоящая из трех основных блоков строения вместила зал для командных игр с трибуны в 124 места, зал для борьбы, бокса и фитнеса. Все они оборудованы всем необходимым инвентарем. Предусмотрен медицинский кабинет, буфет, душевые и конференц-зал. Есть и просторные залы для командных игр, волейбола, баскетбола, гандбола и тенниса. Не было своего спортзала. Вот теперь тренируйтесь. Нравится? Керемитва? Раньше у нас таких усов не было. Теперь в этом современном зале я могу воплощать свои мечты и становиться будущим чемпионом. На кузницу будущих чемпионов было выделено более 1 миллиарда тенге. Одновременно здесь смогут тренироваться более 500 человек по таким видам спорта, как дзюдо, тайквондо, тяжелая атлетика и футбол. Их тренировкой займутся порядка 40 наставников. В целом в Алматинской области уделяется огромное внимание развитию массового спорта. На сегодняшний день в регионе построено 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и ведется строительство еще 7, в том числе крытый Олимпийский бассейн. Руслан Нурмуханбетов, Кайрат Кастурганов, Жасулан Шингенже, телеканал ЖИТСУ. Новый год полный чудес. Впервые в Казахстане традиционная президентская елка из-за пандемии в этом году проводится в новом формате. Торжественная встреча с соблюдением санитарных норм состоялась и в Талдыкургане. Стоит отметить, на праздничное настроение детворы не повлияло ни наличие масок, ни отсутствие карнавальных костюмов. Ведь каждый из них смог поделиться более важными вещами, своими достижениями, а также получить заветные подарки от имени президента Казахстана. Из-за пандемии сегодня у новогодней ели глава региона встретился лишь с семью школьниками областного центра. Несмотря на юный возраст, каждый из них уже имеет множество побед в образовании, спорте и искусстве. Отметив достижения ребят, Амандык Баталов от имени президента страны поздравил мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом. Вы живете в прекрасном государстве, независимом государстве Республики Казахстан. О вас знают, о вас заботятся, что вас любят. Вот в следующий год, чтобы вам принес столько радость, чтобы исполнение ваших самых сокровенных желаний. Поздравительные открытки, книги, планшеты и многое другое. Только по Алматинской области подарок от имени президента страны Касымжумар Татукаева получили более 200 детей. Для многих из них они стали исполнением давней мечты. Касымжумар Татукаева За то, что он каждый год дарит нам радость, ощущения волшебства. Уходящий год был для нас очень плодотворным. Участвуем в различных республиканских, областных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях. За этот год мы достигли немалых высот. Детские сердца помнят и ценят добро. И этот особенный день навсегда останется в памяти талдыкурганской детворы. Я рад оказаться на этой елке. Я получил сегодня замечательные подарки. Спасибо нашему президенту страны за такие хорошие подарки, замечательные. Он подарил подарки, о которых я мечтал. Для нас всех сегодня был особенный день. Гульмира Тимиргалиева, Жасуан Шенкенжи, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Посылки счастья, отправленные от имени главы государства 200 подарочных наборов, уже дошли до всех адресатов. К доставке посылок в Алматинской области подошли креативно и с энтузиазмом. В этом году роль Деда Мороза на себе примерят курьеры отделений Каспочты. Их задача не просто вручить посылку с сюрпризом, но и зажечь в сердцах детей праздничное настроение. Выполнять миссию нужно не только красиво, но и оперативно. В течение дня подарки должны быть доставлены двум сотням детей Алматинской области. В этом году традиционных празднований елки не будет. В этом году дети получат подарки от имени президента. Это по нашему Алматинской области 200 детей. Это малоимущие дети, дети-сироты. Чтобы дети чувствовали праздник Нового года, мы решили, что наши курьеры впереди Деда Мороза, чтобы дети почувствовали Новый год. Сарсен Ертанов – один из первых, кому постучались в дверь Дед Мороз со Снегурочкой. Их визита 11-летний талдыкурганец не ждал, но был очень рад гостям. Для Сарсена Новый год ассоциируется не только с подарками, но и с исполнением заветных желаний. Мальчик свято верит, что в скором будущем сбудется его самая большая мечта. Моя самая большая мечта – это путешествовать. Ведь в мире столько интересных мест. Увидеть самые теплые, самые холодные места. В мире есть много мест, куда даже не поступала нога человека. Мир огромный и неизвездный. Для этого нужны знания языков, математическое, географическое. Я постараюсь получить их в нашей школе. Того же мнения, что и Сарсен – ученица 7-го класса средней школы села Щенгильды – Жазира Жакиш. Девочка считает, что только знания и кропотливый труд позволят достигнуть любых целей. Этот год стал очень плодотворным для Жазиры. На областных олимпиадах по биологии и математике она заняла призовые места. Я очень благодарна нашему президенту за такой подарок. Сегодня самый прекрасный день. Нашей молодой стране желаю благополучия и процветания. Доставка посылок счастья проводилась во всех уголках Алматинской области. Комплект зимней одежды, сладкий набор и открытка с пожеланиями лично от главы государства несказанно порадовали мальчишек и девчонок. Но даже ребятишки понимают, что самое главное – не подарок, а внимание. Особенно в это непростое время. Несмотря на то, что в этом году не состоялась традиционная торжественная елка, праздник от этого менее значимее не стал. Этот день навсегда останется в памяти у каждого из ребятишек. Проблема очередей на МЦПС «Харгос» обсуждена с участием руководства области и представителей Министерства иностранных дел. На данный момент нельзя утверждать, что сложности с пересечением границы устранены. Однако в результате системных и комплексных мер ситуация постоянно улучшается. Чтобы обсудить оставшиеся проблемы и попытаться найти совместное решение, организовано заседание с участием перевозчиков и высокопоставленных членов правительства, где каждый смог высказать свое мнение и предложить решение проблемы. Выслушать мнение предпринимателя и найти совместное решение прибыли заместитель Акима Алматинской области Жена Стуяков, представитель департамента Министерства иностранных дел республики, Аким Панфеевского района и другие ответственные лица. Принять участие в заседании пригласили также предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на МЦПС «Харгос», чтобы каждый из них смог выразить свое мнение и задать интересующие вопросы. Эта встреча уже у нас вторая. Первая, по-моему, у нас в октябре была встреча, когда по поручению премьер-министра приезжали представители Министерства, и мы пять вопросов разделили, и по ним мы эти вопросы взяли. Да, не все так просто по внешним вопросам, но сейчас было же сказано, какая работа ведется. В прошлый раз я участвовал на селекторе предварительно, там участвовал посол Китая в Казахстане. Наш посол участвовал, и мы эти все вопросы обсуждали по увеличению пропускной способности. Ранее для возможности осуществления общественного контроля за ситуацией на МЦПС «Харгос» была создана интенсивная группа из числа предпринимателей, занятых в сфере перевозок. На проведенном заседании ее члены смогли поделиться проделанными наблюдениями, одним из вопросов стало неправомерное пересечение электронной очереди 12 транспортных средств. Такие случаи действительно были. Перевозчики обманом, переписав номер уже одобренного заявления на новый, смогли пересечь пункт. Однако наши сотрудники своевременно обнаружили этот факт и приняли соответствующие меры. Еще одним интересующим предпринимателей вопросом стала пропускная способность на границе. По их мнению, она является недостаточно интенсивной, что препятствует осуществлению грузоперевозок. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Однако сейчас, в связи с пандемией, обе страны испытывают определенные трудности. Тем не менее, КНР не потеряла заинтересованности в сохранении торговых отношений. Как известно, вопрос на МЦП с Харгос во многом зависит от дипломатии. Это довольно сложный и тонкий процесс, который невозможно регулировать с уверенными прогнозами. Однако совместная работа между нами и Китаем ведется на постоянной основе. Китай заверяет, что полностью заинтересован в увеличении пропускной способности на границе. В результате совместной работы еще один таможенный пост возобновил свою деятельность. Идет обсуждение дальнейшего увеличения пропускной способности. По результатам заседания, члены интенсивной группы, созданные для совместного решения проблемы на МЦП с Харгос, вынесли на обсуждение интересующие их вопросы и смогли получить развернутые ответы от ответственных структур. Активная работа в этом направлении продолжается. Инициативная группа работает напрямую с руководством района. Также грузовая компания «Евротранзит», работающая на МЦПС, пообещала оказать поддержку в осуществлении общественного контроля за ситуацией. Рустам Аралбаев, Нуржан Муканов, Телеканал «ЖИЦУ». За совместный труд антикоррупционная служба наградила государственных служащих и представителей СМИ за вклад в противодействие коррупции. В общей задаче немалую роль играет формирование культуры добропорядочности среди населения. Во многом это зависит от руководителей различных структур, подающих пример подчиненным. На торжественной церемонии почетными грамотами от лица главы антикоррупционной службы Республики Казахстан Алика Шпикпаева наградили активных борцов с коррупцией среди руководителей разных уровней. В формировании среди населения активной гражданской позиции также немалую роль играет средство массовой информации. За ценный вклад в пропаганду культуры добропорядочности антикоррупционная служба поблагодарила представителей СМИ. Конечно, всегда приятно, что тебя не забывают, что твой труд ценят. И очень приятно, что ценят также моих коллег, которые сегодня были награждены за свой труд различными грамотами. Действительно, та работа, которая ведется, она очень нужна для населения. Надо рассказывать о той борьбе, которая ведется с коррупционерами. Тем более, коррупция, как известно, это главный тормоз прогресса и то, что портит в целом наше общество. Ну, а в целом, ребята молодцы, очень хорошо работает, открытая организация, всегда готовы дать информацию, что, наверное, в свою очередь и делает приятным работу нам с ними, журналистам. До чего техника дошла? Новые способы работы освоили врачи Алматинской области в условиях пандемии посредством телемедицины доктора оказывают жителям региона высококвалифицированную помощь. Популярный в нынешнее время метод помог сохранить десятки жизней. Как работают новые технологии в нашем следующем материале. Это кадры экстренной госпитализации беременной женщины с диагнозом COVID-19. На счету врачей каждая минута, так как на кону сразу две человеческие жизни. Проведя тщательный медицинский осмотр, специалисты безотлагательно госпитализировали женщину в реанимационное отделение. Первые сутки, в общем, состояние прогрессивно ухудшалось. На вторые сутки, ввиду нарастания одышки, затруднения внешнего дыхания, пришлось ее перевести на аппаратное дыхание, на ИВЛ. И в течение 15 дней больная находилась на аппаратном дыхании. 15 дней мы вели консультации с республиканскими институтами материнства, здесь это Астаны и Алматы. Благодаря грамотным, а самое главное, своевременным советам республиканских врачей, состояние пациентки стабилизировалось. После этого женщину в положении спецреанимобилем доставили в Талдыкурганскую многопрофильную больницу. Мы создавали консилиумы, множество раз проводили коррекции лечения, потому что коронавирус очень оказался непредсказуемой инфекцией. Но подход нашли. Через определенное время решением консилиума мы пациентку подали на операцию через кесерово сечение. Родилась девочка, она полноценная родилась. Сразу ее неонатологи забрали в УПЦ, там уже и оказывали необходимую помощь, уход, кормление. И через определенное время ее выписали домой, родственникам отдали, родственники начали выхаживать. А мама сама здесь дальше находится. Борьба за жизнь матери длилась более двух месяцев. Все это время врачи Талдыкурганской больницы были на связи со специалистами республиканских медучреждений. Благодаря слаженной и четкой работе докторов сейчас пациентка из Тикили пребывает в отличном здравии. Изначально я была из тех, кто не верил в эту болезнь, ходила без маски. Но потом я пожалела об этом. В один момент мне стало плохо. Была слабость, тяжело было дышать, повысилась температура. Думала, что это конец. Спасибо большое всем врачам, которые боролись за нашу с дочерью жизни. Сейчас у нас все хорошо. Чувствуем себя отлично. Теперь я буду соблюдать все санитарные нормы, прописанные врачами. Посредством телемедицины оказывается помощь не только ковид-больным, но и пациентам с другими патологиями. Методом онлайн врачи Талдыкурганской многопрофильной больницы дают советы своим коллегам из городов и районов ЖТСУ. В свою очередь специалисты областного центра при помощи гаджетов перенимают бесценный опыт у докторов республиканского уровня. По словам врачей, в день проводится не менее 10 консультаций. В Талдыкурганской городской многопрофильной больнице развита система в виде конференции, это телемедицина. Каждый день идут отчеты, мы отчитываемся по тяжелым больным, 4 часа собираемся для того, чтобы обсуждать тяжелых больных. Основная цель это максимально приблизить помощь к нам, чтобы максимально мы могли свою помощь оказать непосредственно любому району. По коррекции лечения, по введению больных и конечной реабилитации. При необходимости транспортировка к нам для оказания более квалифицированной помощи. При помощи телемедицины врачи не только беседуют между собой, но и ассистируют во время операции. В режиме онлайн специалисты полноценно наблюдают за всем процессом, происходящим в операционной. Работать дистанционно позволяет приобретенное современное оборудование. Поручением Акима области, управления здравоохранения нашей области, нам были закуплены самые современные технологические оборудования. Это видеоскоп, это микрооборудование микроскопическое. Нас очень хорошо поддерживает Акима области и управление здравоохранения нашей области. И все время мы идем, наверное, на один шаг вперед, для того, чтобы максимально сблизить все, что делается в республиканском уровне, на уровне нашей области. Современные технологии позволяют экономить драгоценное время врачей. Тем более, в коронавирусный период нагрузка на героев в белых халатах увеличилась в разы. Врачи уверены, что и после окончания пандемии телемедицина не потеряет своей актуальности и будет неотъемлемой частью работы. Еще шесть человек пострадали при утечке газа. Происшествие имело место ночью, 16 декабря. В один миг семья лишилась всего дома, документов, вещей. Какая помощь пострадавшим оказывается в данный момент, узнавала наша съемочная группа. Это все, что осталось от небольшого дома в селе Бесагаш. Из-за неосторожного использования газового баллона произошла утечка, вследствие чего сгорела крыша, полы и каркасная часть стен. В момент пожара ожоги получил только глава семьи. Его жена, дочь, сын и две внучки успели вовремя выбраться из горящего дома. Тяжело очень, особенно в это зимнее время. В ту страшную ночь мы выбежали буквально в чем были одеты и не успели захватить документы. Я была в шоковом состоянии и даже не понимала, что происходит, потому что все случилось в считанные минуты. Слава богу, муж не сильно пострадал. Врачи решили его не госпитализировать. Первыми пришли на помощь соседи. Неравнодушные граждане принесли теплые вещи, еду и горячие напитки. Руку помощи протянули люди близлежащих округов. А восстановить крышу обещает помочь Акимат. Я благодарен Всевышнему и всем людям, которые оказывают всяческую поддержку моей семье. Очень рад, что мои близкие не пострадали. Да, конечно, нам сложно, что мы потеряли дом, но я верю в добро. Надеюсь, соотечественники поддержат мою семью в этот трудный период. Нургужановых временно приютил сосед напротив. Однако уже в скором времени им предстоит выселиться. Что делать дальше, обездоленная семья не знает. Тем временем посильную помощь пострадавшим оказывают и пользователи социальных сетей. Неравнодушные граждане отправляют средства на реквизиты, которые сейчас на экране. Руслан Нурмуханбетов, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖИЦУ. Одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали в копилке спортсменов Алматинской области по итогам чемпионата Казахстана под зюдо среди мужчин и женщин. Важное соревнование прошло в городе Ахтау, куда съехались чемпионы со всех регионов страны. А важно оно тем, что победители и призеры вступят в национальную сборную страны и выступят на лицензированном чемпионате мира за право завоевать квоту на Олимпийские игры в Токио. По итогам алматинские областные дзюдоисты пополнили копилку региона на четыре медали. Два третьих места заняли Жанар Кашхен, весе до 70 килограммов, и Гульнас Нуридинова до 57. Второе место у Дамира Болотпекова, и первое место завоевала Нурсулу Яралеева, став чемпионкой страны в весовой категории до 52 килограммов. Я к этому соревнованию готовилась тщательно, прошла два комплексных учебно-тренировочных сбора. Подготовилась очень хорошо. В финале встретилась с представительницей Мангастауской области. Тренировки не прошли даром, результат налицо. В Алматинской области стартовал Кубок Республики Казахстан по биатлону. Около ста спортсменов из разных регионов страны съехались в Талгарский район на лыжно-биатлонный комплекс Алатау, чтобы выяснить, кто из них сильнейший. Лучших биатлонистов отберут национальную сборную страны на участие в универсиаде и этапах Кубка Мира. О перспективных спортсменах ЖТСУ расскажет Алексей Цой. Кубок Казахстана по биатлону проходит во всех дисциплинах, а именно эстафета, масс-тарт, индивидуальная гонка и спринт. На протяжении семи дней спортсмены выявят сильнейшего в каждой из них. Явных фаворитов первенства нет, ведь все команды тренировались в равных условиях во время пандемии. Алматинскую область представляют 9 спортсменов, 4 женщины и 5 мужчин. В этом году была непростая подготовка у нас, сложные условия во всем мире, такая обстановка. Но последние контрольные и вчерашняя эстафетная гонка показали, что наши девчонки и парни находятся в очень хорошей форме. Сезон только начался, поэтому будем надеяться, что середина сезона, конец сезона принесут нам много хороших медалей. И мы выйдем на чемпионат мира, там тоже покажем себя. К слову, от Алматинской области выступают воспитанники СДЮШа по зимним видам спорта, которая в прошлом прославилась своими победами на первенствах всех уровней. Спортивная школа подготовила два мастера спорта международного класса и 16 мастеров спорта Казахстана. Среди них один из самых перспективных спортсменов – Осет Юсенов. Ранее он завоевал серебряную медаль универсиады в лыжном спринте. Теперь он решил попробовать свои силы в биатлоне. Дебютант в первых гонках показывает неплохие результаты. Сегодня отбежали спринт. Я отстрелял не так хорошо, как хотел. Шесть промахов. Финишировал пятым с проигрышем. Пять-шесть секунд четвертого места. Хотелось лучше, но как получилось. Биатлона перешел, потому что понравилось бежать по гонке и потом приходить на стрельбу, включать голову нужно. Как бы нужно переключаться, уметь план на будущее. Но готовимся к универсиаде в следующем году будет. Также готовимся на Олимпийские игры. Ну, это как бы мечта – попасть на Олимпийские игры. Поддержать спортсменов и воочию видеть будущих членов национальной сборной приехала серебряная призерша Олимпийских игр Ванкувери Елена Хрусталева. Она уверена, что будущее поколение еще даст фору всему миру. И биатлон в Казахстане выйдет на новую ступень развития. На сегодняшний день у нас в команде происходит смена поколений. То есть уже опытные, более старшие ребята уже отходят и приходят молодые. Молодым нужно время для того, чтобы войти в этот ритм, включиться, понять, что такое биатлон и что такое биатлон именно мирового уровня. И на данный момент очень хорошая, конечно, ситуация, чтобы молодым именно прорваться. Если раньше было сложно очень попасть в команду, то сейчас все дороги открыты. И только время, желание, усердие, труд. И я думаю, что молодые ребята обязательно покажут в ближайшее время. На сегодня в копилке сборной ЖТСУ пока что только бронзовый Кубок Казахстана в дисциплине эстафета среди женщин. Третье место завоевали Надежда Пивоварова, Яна Чупик, Милана Гениева и Екатерина Цай. Есть перспективные спортсмены, которые по возможности будут привлечены к национальной команде. После Нового года усилена команда на этапах у нас Кубка мира. Алматинская область вчера очень хорошо выставила, выступила в эстафете. Очень хорошие ребята, девочки там очень перспективные, очень прям хорошие девчонки. У них очень хороший прогресс идет, это я могу сказать точно. Соревнование завершится 27 декабря. Тогда и выявят победителя в общекомандном зачете. Сборная Алматинской области планирует войти в тройку лидеров. Алексей Цой, Габид Кавдрафан, телеканал ЖТСО. Такой сложилась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин